привет друзья привет стримаши это исследователь хочу рассказать про сбербанк очередной комбромат я на него накопал если кто не в курсе это не государственный банк это банк бандитов которые называют его государство на что бабки туда денежки положили там и лежит около 20 триллионов рублей они ничем не обеспечены по всем своим нормативам он должен у себя лицензию отобрать ну естественно сделать это не может потому что он хочет украл эти 20 триллионов и дальше хочет воровать деньги ну что конкретно могу рассказать вот эти два сущные пункты сделали это круто здорово там например в одном стоит два банкомата новых наутилус хосинк 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 китайский как я понял китайское говно в них есть беспроводная штучка карты махать но она не работает данным давно уже где-то полгода потом мне нужно было пополнить электронный кошелек когда выбираешь а еще три терминала которые такие плоские стоят высокенькие называемых терминал и банкомат терминал это тонкий и там по одной купюре запихивать можно только а и не выдает вот в терминалах нигде не работал взнос внос денег просто писал ошибку почему рост связи не было ну какая-то ошибка в общем ничего не работало два банкомата здоровых с носом с несением денег из выдачей тоже когда выбираешь карту там не надо вставлять выбираешь платежи электронные деньги а нет напутал двух банкоматах работал но там нужно было вручную вводить номер кошелька ну а саму карту в этот момент я запихнул то есть можно было бы посмотреть на бумажке отдельно но в банкоматах и в терминалах сделаны считыватели красненькой такой полоской кодов и там карта если махает что она считывает поэтому я не стал выполнять банкомате другое место сходил там из четырех терминалов в трех не работал сканер кодов в одном заработал и я пополнил это я к тому что банк первое место занимает огромные деньги у него огромные на самом деле видите все в хламовом состоянии даже он не может проследить за своим оборудованием и на терминалах которые первое место я вошел внесение денег было невозможно на люди забили наверно терминал или подобного в общем они даже не могут проследить нормально за своим оборудованием за этим китайским это понимая терминала где-то китае все покупаются не сбоят постоянно поэтому нет смысла в таком банке в банке в монопольном состоянии туда же входят и втб все которые вот эти псевдогосударственные банки они просто тухнут и деньги ваши воруют а другие банки они не допускают конкуренции специально ну потому что все люди потом убегут если их насильно как рабов держать а тут держат за рабов вот такой вот рассказ про сбербанк нужно было рассказать что деньги ничего не дают вот 20 триллионов у сбербанка и он херовый потому что он бандитский пока ребята